Здравствуйте! Как всегда с вами отчет за неделю работы фонда Город без наркотиков. На этой неделе, несмотря на зиму, было жарко. Опять много обитателей тропиков, крокодилов. Началась неделя с крокодилового притона в городе Березовском. Поселок Первомайский, дом 29, квартира 11. Куча наркоманов, которые самостоятельно лишают себя здоровья. Да еще и аптекарям доплачивают за свои смертельные болезни. Также ликвидировали очередной притон на улице Рощинская, дом 48, квартира 269. У хозяйки 10-летний сын, и пока он в школе, приходит ее брат и другие наркоманы, в том числе и Вичевые. Они варят крокодил. Кошмар, ужас, смрад и скрежет зубов. Там оказалась какая-то нервная и стеснительная наркоманка. Колодца дерьмом, от которого за год человек сгнивает и умирает, ей не стыдно. А вот посмотреть на камеру, хотя кто знает, что там за рожа крокодилья. Объезжаем закрытые притоны с целью проверки. Вроде бы все в порядке, но когда спускались по лестнице из бывшего, теперь исправившегося притона, нам вдруг гостеприимно открыли дверь. Совсем другой квартиры. Откуда долбанул запах свежесваренного дезаморфина. Закрыли притон даже до жалоб соседей. В последнее время все чаще происходят странные вещи. Наркоманы сами садятся к нам в машины, распахивают навстречу двери, попадаются по пути, предлагают наркотики. Добрая сила помогает нашим парням в работе. Во вторник совместно с участковыми отдела полиции номер 3 Кировского района распутали клубок говнокуров. Началось все. Каткин Евгений Юрьевич. Ну тебе дали деньги, так ты принес говно. Так было? Так. Вот. У кого приобретало данное говно? Имя, фамилию, отчество знаешь этого человека? Только имя. Как зовут? Алексей. Который уже сразу же сдал своего поставщика и понеслось. Заворницын Алексей Евгеньевич. Зовут человека как? Олег. Олег, как его давно знаешь? Просто познакомился, ну максимум полгода. Максимум полгода. А как узнал, что он занимается этим? Сам намекнул об этом. Сам намекнул? Ага, то есть, типа как бы это... Просто предложил покурить, говорит, хочешь... А потом предложил купить как-то. Мусаев Олег Арифович. А у кого приобретаешь? Можешь рассказать? Антон. Антон. А он привозит на машине? Да. Громко, четко, фамилия, имя. Северников Антон Сергеевич. Приобретаешь где? Недалеко. Недалеко? У кого конкретнее? Зовут человека как? Фамилия, имя, отчество? Дима. Фамилия? Ворона. Ворона Дмитрий Павлович. Все в процессе. Глядя в беспощадные глаза работников фонда «Город без наркотиков», говнокуры жалобно обещают больше не курить дерьмо и сдают всех, кому не попадя, причем на перегонки. В среду оперировали в Нижнем Тагиле. От информаторов фонда «Город без наркотиков» узнали, что некий Волов Александр Сергеевич причастен к обороту героина. Отследили и совместно с Нижне-Тагильскими полицейскими приделали этого сбытчика с поличным. Прилип только за хранение. Рассказал, что все знал, работаем дальше. Один из задержанных ранее говнокуров вспомнил про еще одного знакомого наркоторговца. Они вообще только этими воспоминаниями и занимаются, пока сидят в милицейских стенах. Сработали совместно с отделом полиции Верхседского района. Прилип еще один продавец курительного говна. Магомедов Елизавр Собиревич. За что задерживаются сотрудниками полиции? Сбыта активных средств. Тоже будет активно вспоминать и сдавать своих друзей. В совместно с Нижне-Тагильскими полицейскими задержали наркомана. Сухарников Витя Николаевич. При нем отыскалось 15 граммов героина. Знаем, у кого берет, но на сотрудничество не идет. Уже не в первый раз будет сидеть за эту барыгу. А барыга эта известная цыганская наркоторговка в Нижнем Тагиле. Нам все про нее известно и про нее вонючий клан. Скоро посадим. По сообщениям на Пейджер 002 абонент без наркотиков зашли на адрес улица Маяковского 16, 31. Крокодилы куда-то разбрелись. Осталась только одна девушка в состоянии наркотического опьянения. Вообще в Зюзю. В кармане шприц с дезаморфином. Она еще вполне похожа на человека. И даже на женщину. Если не бросить колодца, то за пару месяцев превратиться в загнивающую крокодилицу. Вот так и умрет. Еще прикрыли притон в Нижнем Тагиле. На улице Черных, дом 20, квартира 26. Куча молодых людей. Всем по 18-20 лет от роду. А они уже спешат заразиться смертельными болезнями и изгнить заживо. Но неужели эти люди жить не хотят? В пятницу по информации, догадайтесь по ходу ролика кого, совместно с полицейскими отдела 15 при продаже двух граммов героина поймали барыгу с весьма говорящей фамилией. Неизвестный Евгений Игоревич. Он действительно начал врать, изворачиваться, звонить на номера владельцев, которые уже сидят. Оправдал свою фамилию полностью. Вообще героиновые наркоманы самые трусливые, боятся своих барыг и начинают сдавать только после гарантии сокрытия их сотрудничества. То есть они и за себя готовы отсидеть, ну и конечно барыгу сдать. А как не сдать? Этот сидит, а тот на воле колется. Завидно же. Пусть тоже сидит. Только хотят, чтобы барыга не знал, кто его сдал. Совместно с отделом полиции Верхеседского района при сбытии почти трех граммов курительного дерьма задержали редкого подонка. Петалов Максим Сергеевич. Сначала он пытался отмазаться, ему это не удалось. Сотрудниками полиции знаешь за что был задержан? До конца. Но после сверки денег, изъятых у него сразу, начал искать телефон. Телефон, телефон тут где-то составил. Чтобы звонить другому продавцу говна. Бабкин Дмитрий Александрович. Которого и взяли при продаже двух граммов GVH прямо на рабочем месте в шиномонтажке. Так сказать, совмещал шиномонтаж и наркоторговлю. Работящий какой. Он чуть не плакал, когда его оформляли. Теперь оба на перегонке вспоминают других говнокуров, которые помогут им скостить срок. Мы всех предупреждаем. Говнокуры сразу сдают всех, кого могут. Они стараются как угодно смягчить себе наказание. Если ты торгуешь этим дерьмом и до сих пор на свободе, то это не потому, что тебя никто не сдал. Это потому, что, увы, но у фонда работы намного больше, чем людей, которые готовы ее делать. Но если ты торгуешь наркотиками, то можешь начинать сушить сухари, потому что твоя поимка всего лишь дело времени. Также ликвидировали притон на улице Титова, 18, в квартире 1. На притоне несколько чуть живых крокодилов. Как они ходят, вообще понять невозможно. Только-только вмазались. У одного уже ноги скоро отвалятся. Хозяйка познакомилась вот с этим дерьмом по переписке, когда он сидел в зоне, влюбилась. Ну а как хотели, мужиков-то не хватает. Кто-то пьет, кто-то колется, а кто-то вообще уже сдох. А это существо, которое можно обозначить только нецензурными словами, вышло и посадило ее на крокодил. Вот ты меня послушай внимательно, меня взрослого мужика, жителя этого города. Тебе, животному, бля, тут делать нехер больше, понял? Ты здесь больше в этом адресе никогда не появишься. Ты понял меня? Вот если ты здесь появишься, я тебе ноги сломаю. Меня могут наказать по закону, но я тебе сломаю ноги, ты понял? Ты? Ты меня хорошо понял? Также прикрыли притон на улице Молотовойцев 15 в квартире 4. У хозяйки-сожителя при личном досмотре обнаружили и изъяли 3,5 граммов героина. Ох и возмущались наркоманки, что он кололся их крокодилом, а про наличие героина ничего не сказал. Крыса! Ну а что, наркоман это вообще редкостная скотина во всех смыслах. Проверяли ранее разоренный притон в Березовском по улице Энергостроителей 9. Притона там больше нет, но хозяина взяли, когда вернулся домой. При себе шприц с раствором дезаморфина. Ходит, варится в другое место, но все равно прилип. И в другое место мы тоже скоро зайдем. Ждите! Еще ликвидировали притон в переулке Встречном, дом 9, квартира 47. Все приспособы для варки аккуратно разложены по отдельности. Видимо, часть мозга еще осталась живой. Если не прекратит потреблять крокодил, то скоро превратится в животное. Вырастет хвост и покроется пупырями. Также закрыли маковый притон на улице Стрелочников 6, квартира 64. Какие-то странные персонажи. Он боролся с похмельем и сварил мак. Она развелась с мужем и 3 месяца назад попробовала. Теперь их понесло так, что соседи жалуются на притон. У всех случаются неприятности. Но зачем себя топить до конца? Из наркомании не так много выходов. Основной это широкая дорога на кладбище. Есть, конечно, до входа на погост пара свороток. Но они слабо заметны и труднопроходимы. Кстати, хозяин пообещал. Соседи, извините меня, я даю слово мужика, что больше варить у себя в квартире не буду. Это я обещаю. Если я человек сидевший, то есть если я даю слово, то я его сдерживаю по-любому. А колоться будешь? Колоться нет. Так прошла очередная неделя. Некоторые операции по наркодорговцам еще в процессе. Поэтому пока мы о них не рассказываем. Обязательно сообщим позже. Будем и дальше работать. Всем привет. Берегите свою жизнь и здоровье. Мы уверены, если человек знает, где распространяют наркотики и об этом умалчивает, то уже не барыга торгует наркотиками, а торгуют они вместе. Поэтому если вам известны адреса, места продажи наркотиков, сообщайте к нам на пейджер 002 абонент без наркотиков либо на наш телефон 8 953 400 953. Вместе победим.